Вот это конечно не для Елены. Извините Елена, попалась на язык, который нужно четко как садить, как то. Вот, но это самый важнейший момент. Почему Елена? Потому что я должен был, как все, кто вас бы научил, уже ко мне обратились, потому что у меня вроде бы получается сильно заумно, а по-простому это книга. Ну, по-простому это значит, что вам дают готовый сад, допустим, ну, может, ему 3-5 лет, мы скупили участок, а там кто-то вынужден продать, а там 10 у вас молодых деревьев, подчеркиваю, молодых. А может там дальше, вторая полоса, уже старая, которая, которая надо тоже резать, надо оболаживать, вот. И вы первым делом, соседи научат, они тоже смотрят телевидение, вы выгребите все, что там есть, выгребите всю еду, уничтожите червячные ходы, вот. Если вы посмотрите телевидение, это тоже лучше, вы возьмете вилы и будете протыкать, давая туда, якобы, давая туда кислород. Дурнее, глупее советов телеканала Бобер в жизни не видал. Это сбор самых единственных советов. Одно из них, выгрести все и протыкать вилами это, прочего. Так вот, я для этого вынужден вот с этими вот отклонениями, отклонениями, как отступлением показывать. Вот этот, уважаемые друзья, съезжавшиеся листья, они, их ветер немножко как-то взял и кучку собрал. Чуть-чуть где поглубже, чуть-чуть где низинка, а сразу кучку собрались. Спрессовались, я подхожу и поднимаю. Вот это вот кусок я поднялся, смотрите. Вот, что я вижу. Вот. Внимание. Вот он, червяк. Тут он был не один, но с махом скрывается. Вот, вот видите, вот это вот, надо все уметь разглядывать. Вот этот лист, он не поднялся, но он с дыркой. Вот. Это не просто лист дыркой, это вентиляция. Поняли, да? Вот это все принадлежит червям. Не вам, не женским советам, когда надо, когда же, когда, а там же густо-густо, она тысячи, тысячи, но она-то сделала 3-5 тыков, а вас заставили сделать 100 тыков, тысячи тыков, потому что попробуйте истыкать несколько соток. Она даже не видит, что она вам советует. Она же из серебряки получила, когда-то у кем ушла с экрана. При этом, даже если не перекапать, а следующий совет перекапать, но даже если не перекапать, а только тыкать, все плодородие будет уничтожено. Все, то есть все ходы червячные, вентиляция, рацика, все будет уничтожено. А я вынужден так подробно говорить, потому что я говорю для будущих студентов. Потому что когда студент будет видеть этот, а я подарю науке, когда там наши придут, подарю науке эти тысячи фотографии, и вот так студент будет экзамен сдавать. И он должен будет сказать, что да, история вся говорит, что сотни лет, корабли, уничтожение плодородия, когда деревья остаются без еды, вообще, у них же нет другой еды, кроме вот этих листьев. А червя, они в цепочке, дерево не получает мимо червей и мимо грибов еды, только с помощью червей и грибов. Понимаете? Вот это я почему так подробно. Я еще хочу, чтобы мне поверили, а мне не получать. Просто сказал. Так, представляем, начинаешь сначала. Многие говорят, но много говорит железу. Спасибо вам, вы молодец, мужчина много говорит. Вот это, я говорю, вот это вот, значит, лежавшаяся листья, вы ее поднимаете, увидели червей, положили на место аккуратно, вот. После этого человек пойдет, без этого вот моего эмоциональных вот этих, при воспоминании про историю, про эти грабли, про эти, просто никто мне не поверит, точка. Ну, не выдержался, еще снял один. Садимите, сколько посыпались это, абрикосы, видите? Ничего хорошего нет, ну, что делать? Заспуга дикая. Итак, вы снова видите, уже другой кусочек. А именно здесь лежал, причем все же, все знаете, как будто это кусок картона. Поднял, и везде, где я поднимал, везде были черви. Я ничего не напутал, раз-серек, два-серек, три-серек. Ну, еще парочка успела убежать. Вот это вот и есть плодородие почвы. Никакой лопаты, никакой тяпки, никаких грабель. Вот. Ошибка дикая, принципиальная, это самое, миллиардная, убыточная. Я не преувеличиваю. Это огромный, бесполезный, убыточный труд по уничтожению плодородия. Один раз умнейший человек, помните, пару вебинаров назад показал его фотографию, сказал, что перекопанная почва, убитая почва. Я сидел у телевизора и быстренько с экрана снял вот так вот. Фотографировал его. По-моему, Сергей зовут. Павиль уже не назвали. Вот. Перекопанная почва, убитая почва. Я радовался, что если с ума сходят, то по одиночке два железа веселья, не могли сойти с ума. Убитая почва. И прости ее. И более того скажу. Даже мы своей ходьбой по этим дорожкам не берем по дереву, да? И даже мы почву убиваем. Мой совет. Ходите по дорожкам. Вот такие у меня в карте все это ледо. Я уже забыл, кому нужна эта инструкция. Вот. Я уже забыл, как зовут. Убитая почва. Убитая почва. Субтитры создавал DimaTorzok